Разбор на бой в полу-легком месте между Ауджемейном Стерлингом и Кевином Каттером, которые проведут поединок 14 апреля на ЕСЦ-300. Если разбирать аспект ударной техники, то я скажу, что тут без шансов для ямайца. Бостонский финишер значительно превосходит Стерлинга в силе удара. Да и к тому же Кевин является одним из лучших ударников весовой, а фанк-мастер не славится своей ударкой. А также защита от удара у Ауджемейна оставляет желать лучшего. А в бою с таким опасным боксером, как Каттер, это сыграет с ямайцем в злую шутку, так как еще американец с каждым раундом начинает взвинчивать темп, поэтому Стерлингу не поздоровится с ним в стойке. Но Ауджемейн может попытаться воспользоваться своей сильной стороной, а именно борьбой, но его процент переводов далеко не самый лучший. А также не забываем о том, что у Кевина превосходная защита от тейкдауна. И стоит учесть тот факт, что Стерлинг поднимается в весе, где бойцы намного тяжелее, чем легчайшим. Поэтому фанк-мастеру не удастся нормально применить борьбу в этом бою. Но есть одно «но». Мы не знаем, каким вернется бостонский финишер после длительного отсутствия и тяжелой травмы колена, полученной им в бою с Арнольдом Алленом. А также Ауджемейн моложе своего оппонента. Принял меньше урона за карьеру и еще он более замотивированный, нежели Каттер. Но все же, несмотря на вышеперечисленное, я выберу американцев фаворитом этой встречи. Ведь на стороне Каттера будет его ударная техника, опыт выступления в полулегком весе, а также Стерлингу не удастся переводить своего соперника на настил, а в стойке ему нечего ловить от Кевина. А учитывая мощь в руках у бостонского финишера и далеко не самую лучшую защиту в стойке у Ауджемена, да и к тому же беря во внимание его слабый держак, то есть вероятность, что Каттер отправит Стерлингу в нокаут. Прогноз на бой победа Кевина Каттера нокаутом.